Девушки отдыхают Он там крутейший, а на самом деле там, может быть, чувак абсолютно играть не умеет, просто как бы в нужное время, в нужном месте где-то там кто-то влез и так далее И, в общем, в этом плане, конечно, моя деятельность, она, слава богу, привела к ощутимым плодам и тысячи и тысячи людей уже начали разбираться Они, может быть, даже не всегда сами имеют играть, но хотя бы понимают, да, там, где сыграны ровно, где криво, где всякие браты, козлины и так далее, и так далее Следующий мой важный шаг и цель моя, это все-таки, чтобы люди начали поактивнее творить То есть начали больше записывать свои какие-то альбомы, песни и так далее Потому что многих такая вот штука в голове, серешь, типа, вот, это дано не всем, надо быть, там, уметь черпать энергию из космоса Ну, мы тоже обсуждали все на видосе на тему, как бы, как писать музыку И поэтому вот хотел бы тоже какие-то шаги предпринять, может быть, какие-то советы давать тоже видосы, снимать по сочинительству, чтобы все-таки люди больше начали не стесняться, а делать свою музыку Потому что сейчас достаточно легко сделать, выложить в iTunes и дальше уже, как бы, искать своих слушателей Так вот, значит, поехали Совет номер один Определитесь обязательно с бюджетом Потому что я сейчас вам скажу несколько цифр Но, допустим, вот в среднем сведение не у супердорогого звукача будет стоить 5000 рублей Соответственно, запись на студии, ну, как правило, студия стоит примерно 1000 рублей в час То есть, допустим, стандартный альбом примерно 10 песен То есть, сразу закладываете туда только сведение, сразу 50 тысяч И то, как бы, не факт, что, допустим, найдете такого звукача, который будет за 5, некоторые будут делать там за 7, за 10 Ну, в общем, смотрите сами За это послушайте его работы, почитайте отзывы об этом звукаче и так далее, и так далее Ну, соответственно, сразу закладываете 50 тысяч чисто на сведение Многие скажут, да что, я, типа, глухой, что сам не сведу? Ну, попробуйте На самом деле, там все очень непросто Поэтому, конечно, если человек действительно умеет сводить сам и так посчастливый, что он в группе играет Ну, может, что-то получится Но, как правило, с теми, кто именно занимается непрофессионально, конкурировать будет весьма трудно Касательно записи То есть, конечно, гитары надо писать дома То есть, в принципе, вы можете писать сразу в нормальный аппарат Допустим, те же самые, там, EVH Или, вот я два альбома, вот эти джейсовские записал на Marshall Jam P1 Ну, и, соответственно, если не хотите писать дома, у вас нет аппарата То пишите, соответственно, хотя бы DI-ник То есть, а потом это реабилит Опять же, DI-ник пишите не просто напрямую А желательно брать дебокс, вот типа того же самого Simple Way Audio Он стоит около десятки, но в итоге это, получается, окупается Потому что качество DI-ника, естественно, будет выше, чем просто при обычном подходе Ну, и там провода, понятно, да, пол-дайм кабель и так далее То есть, тоже все это будет в итоге влиять Так вот, естественно, записывать гитару и бас нужно только дома Ходить для этого на студию, ну, это прошлый век Это просто, типа, создать какой-то эффект, там, магии Что, вот, мы сейчас на студии, здесь студийная магия Нет, это все бредятина Записывайте дома, отсылайте, и все готово Вокал, конечно, нужно писать на студии Или, опять же, если человек есть подготовленное помещение дома Всякие зарумычи, то можно записать дома Касательно барабанов, очень сложная тема Потому что, ну, вот у нас на первом альбоме 8 треков из 10 были с живыми барабанами На втором, соответственно, все 10 они записаны сэмплированными Массовый слушатель, конечно, разницы не слышит В плане сведения звукачуги, морои меньше И, опять же, вам в плане бюджета тоже, как бы, ну, опять же Это отдельное студийное время, поэтому Барабаны, к тому же, живые, можно очень хреново записать А сэмплированные, как правило, все-таки, ну Если нормальная какая-то библиотека, нормальный звукач То это в итоге может получиться еще и лучше Поэтому все-таки мы, как бы, ну, у нас Антон, скажем так, концертный барабанщик И, опять же, он писал 8 треков из первого альбома Живые барабаны, но в целом, я думаю, что в дальнейшем Мы будем больше записывать именно барабаны сэмплированные Ну вот, соответственно, что вы можете заработать на альбоме? Касательно разных всяких вот этих вот сервисов Стриминговых iTunes, и Google Music, и Яндекс.Музыки, и так далее, и так далее В основном там идут какие-то копейки просто за прослушивание То есть иногда люди купают альбом, но когда появились подписки Покупать, естественно, стали меньше Потому что многие присправляют себе в плейлист и слушают Ну, в целом, чтобы вы понимали, да, то есть На сведение двух альбомов, ну и на запись вокала У меня ушло где-то примерно, может быть, там, ну, 1120 Заработано альбомом около 70 То есть вот на стриминговых прослушиваниях Первый альбом, сейчас будет второй, еще посмотрим, сколько получится Ну, то есть сами понимаете, что в таком понимании Это, конечно, работа в минус То есть это делается больше именно для того, чтобы просто, ну Для самодовлетворения, чтобы была музыка И, конечно, как уже говорил Леха Зармановский Что Леха из Бау, хотел сказать сразу Да, Леха Зармановский получился такой микс Типа Леха Зармановский Ну и, соответственно, мерч Конечно, нужно торговать мерчем Ну, вот здесь концерты, мерч и так далее У нас, напомню, что Даша в Питере, Антон в Москве Миша в Брянск, я в Хайфе Поэтому торговать мерчем, как бы, ну, на концертах Это, мягко говоря, не очень просто Ну вот, поэтому, соответственно Если вы закладываете именно упор на стриминговые продажи То, могу вас разочаровать, это будет сильно вряд ли Нужно колоссальное количество прослушателей У нас тоже, как бы, там, десятки тысяч Но все равно, чтобы это были прям весомые деньги, как зарплата Это практически нереально Вот в случае, если у вас нет какого-то там мегапродюсера и так далее, и так далее Теперь совет номер два Это позиционирование песен Значит, здесь, на самом деле, если вы проанализируете какие-то такие самые хитовые альбомы То увидите все время тенденцию, что идет волнами Имеет западный альбом Русский я не анализировал, но западный альбом, они работают именно волнами Поэтому это старый, добрый, проверенный способ То есть, хоть мастер-паппетс, как он там, 86-го года Хоть Nevermind, Нирвановский, 91-го года и так далее, и так далее То есть, это сквозь года работает всегда одинаково То есть, как правило, сначала заряжается какая-то мощная песня Допустим, там, мастер-паппетс, там, B3, потом мастер-паппетс Потом снижается немножко накал И опять же, то есть, если не ошибаюсь, как раз вот на Nevermind Первая песня была, я не списываю, спирит, по-моему, вторая камня зоуа Ну, то есть, все время идет волной Когда вы пытаетесь говорить, типа, из серии Так все делают, я сделаю по-другому Я вот начну там так, а потом так Скорее всего, будет провал Потому что я уже говорил на тоже на стриме, что есть Устоявшиеся вещи, допустим, есть, там, комплект, не знаю Капучино, булка с корицей, да То есть, вот, человек, не знаю, там, хлебнул капучино Куснул булку, там, порезал ножом Так развернул, там, укусил, неважно, в общем, употребляет Когда человек говорит, типа, не хочу, надоело И начинает, допустим, булку сувать себе в попу А капучино лить на голову Я новый, я другой, я отличаюсь Ну, как бы, это работает не очень Поэтому, вот эти все такие вот попытки уйти от стандартных ходов Типа, из серии, так, не надо делать это все И уже устоялось, изъезжено Нет, господа, то есть, выпускаются бесконечные фильмы Всякие блокбастеры, где все время Одна стандартная тема, допустим, какой-нибудь там Ну, в духе всяких Джон Уиков и прочее, что кого-то обидели Чувак весь фильм кого-то херачит, в конце какой-нибудь там хэппи-энд И так далее Если вдруг в фильме делают не хэппи-энд То есть, вы, допустим, смотрели, вот там, болели за героя И в конце все загасили То, с одной стороны, как бы, да, это, получается, ну, отличились Но, в основном, у людей будет такой Черт Поэтому, опять же, нарушать уставившие законы, которые продуманы годами Это удел достаточно, ну, не скажу слово глупых Но людей, которые, скажем так, смелые в своем профанстве Вот так вот Поэтому делайте по нормальным уставившим стандартам И, естественно, успеха будет больше Третий важный совет, ну, по сути, их два Я просто объединю их в одну группу Значит, это позиционирование вокала в миксе То есть, есть, по сути, два глобальных подхода Есть подход русско-роковый Когда вокал торчит Когда музыка вся находится сзади Ну, потому что музыка обычно там примитивная Просто какие-то пара аккордов и так далее И в русском роке исторически важен именно текст То есть, передается какая-то информация И человек начинает чувствовать себя, что вот он Там, как, не знаю, песня про него Потому что он понимает каждое слово и так далее, и так далее Западный подход Это когда вокал, наоборот, утоплен назад То есть, валит обычным узлом Насыщенное А вокал, как бы, немножко в нем тонет По сравнению с русско-роковым подходом Давайте послушаем пару характерных примеров То есть, вот, допустим, вам вариант Типично русско-роковый Когда вокал торчит Ну и вот вариант Типично западный Когда вокал, как бы, вот так вот летает То есть, есть ощущение, что Идет такая вот Такой бульдозер едет И вокал, соответственно, там За рулем этого бульдозера То есть, его не на ковше тащат, а находится вокал за рулем У нас все-таки подход больше западный Потому что мы ориентируемся больше на музыку и на ее исполнение То есть, у нас текст, конечно, тоже какое-то значение имеет Но не первичное То есть, поэтому именно у нас вариант Такой мы выбираем и на западный Касательно читаемости вокал Он, так говоря, типа слов не слышу, помогите Во-первых, экстрим вокал Если вы откроете, допустим, те же самые там Арчена И подобные вещи Вы не услышите слов Там будет просто Поэтому обычно таким альбомам предлагаются тексты То есть, открываете и читаете То есть, как правило, все такие штуки, которые там То есть, это просто, ну Такая техника исполнения Что именно слова Вот так прям четко Как, допустим, когда они поют с чистым звуком Вы не услышите Это нормально Это не косяк сведения Это просто особенность техники И так работает у всех То есть, открываете любые такие вот команды Которые Именно экстрим вокалом работают И, соответственно, вы, как правило, поймете Что какие-то обрывки Там какие-то believer Там, не знаю, фейт Еще какие-то Ну, есть по-русски тоже Там какие-то типа То есть, просто будете понимать Именно обрывки Это совершенно нормально Касательно аранжировки То есть В принципе, традиционно Да, вот такой рок-комплект Барабанный бас Вокал-гитары Больше нет ничего Я лично не люблю То есть, я все-таки люблю Когда очень много Напихано синтов Ну, естественно, опять же Понятно, что аранжировка Даже она все-таки богатая В основном То есть, плотненькая Такая собранная Как пример То есть, я вам покажу Допустим, вот Рифф из песни «Забвение» Когда я записываю сначала Чистовик Или даже черновики набрасываю Просто беру обычно Какие-то грувы стандартные Там, а с детьми драмса Просто какой-нибудь бит один Там, рок один Не важно И потом уже отсылаю Мишу И Миша делает уже нормальную Как бы барабанную партию Нормальные всякие синты И вот, пожалуйста, сравните Вот кусок как бы голый Да, то есть Можно сказать Без аранжировки Как это звучит И вот уже кусок После Миша с продакшн Ну вот, я думаю Что более чем слышно Что разница, конечно Колоссальная Поэтому не ленитесь Если сами не тянете Нанимаете хорошего аранжировщика И, соответственно Вам за определенную плату Сделают, конечно, аранжировку То есть он вам Бывают даже маленькие Какие-то, не знаю Там, пару ударов по пианино Уже песню обатмосферивают так Что она просто в корне меняется То есть понятно Что в любом случае В самом, как бы, хите И в песне Главное это сочетание Гармония плюс вокальная мелодия Но все эти украшалки Естественно, выводят ее На другой уровень Пользуясь случаем Хотел бы также напомнить Вам, уважаемые подписчики Что в магазине PedalZoo Работает специальный промокод На скидку 10% Наушники электрогармоникс Так что Раз уж мы любим слушать Разная гитарная Зарубалова Давайте, пожалуйста Слушать наушники Как от гитарного бренда Следующий важный совет Он касается структуры песен Но, в принципе, мы похожи Уже вещи обсудили Но, тем не менее То есть есть Стандартные Устоявшиеся структуры Потому что сейчас Такое, как говорят Клиповое время То есть Люди все слушают на бегу Даже есть там Шоколадницы Какие-то, по-моему, это Тариф на бегу На лету Типа возьми какой-нибудь Там сэндвич Побеги Возьми кофе Там выпей и так далее Поэтому Если вы делаете песню На 8 минут И вы не какая-то группа Которая там уже 40 лет Уже устоявшаяся То Вариант, что я дослушаю до конца Ну, как бы Крайне Крайне маленький То есть Может быть там знакомые Близкие послушают Это не факт Поэтому Стандартный вариант Хитовой песни Это где-то 3.30-3.50 Ну, до 4 минут Может быть 4.20 Структуры То есть Опять же Есть устоявшиеся структуры Когда идет интро Интро может быть Сразу там, допустим Припевом Или риф Который, допустим Идет в припеве Потом Но пока без вокала Просто идет интро Потом Надо, чтобы у вас Вокал появился достаточно быстро Если вы будете ждать Пока там, не знаю Минута, что это все раскачивается То, как правило Слушатели многие сжухнут Потому что все равно Подавляющее большинство Слушателей ждут именно вокал То есть инструментал Ну, сами понимаете Что количество людей В общей массе Которые слушают Допустим, не знаю Там Риану И, не знаю Там Сатриани То есть Сатриани Конечно, я обожаю То есть понятно Что там безумно все круто Но там нет вокала И поэтому все равно Как бы, ну, это будет Ниша очень маленькая Поэтому люди ждут вокал Что там будут петь Будут ли там петь про них Касательно языка Тоже, кстати, Леха Романовский Рассказывал Что все-таки в России Ну, как бы, нужно петь на русском Чтобы люди понимали полностью Потому что Чтобы знать язык Такую степень Чтобы понимать Всю субкультуру Все особенности Это было по-английски Ну, как бы, таких людей Очень мало То есть я сам Человек, который сдал испанский На профессиональный владения По моменту Допустим, я слушаю песню на испанском Ну, естественно, я понимаю Там, что поется Но всякие такие штуки Да, то есть Ну, как вот, опять же По аналогии Там, как у нас есть Там, падики, семки Вот, не знаю, песня Как она называлась По-моему, вахтер, да То есть там, хрущевка Еще что-то Вот это Человек это слушает Чтобы он понимает Про что это Если мы, допустим Послушаем песню по-английски Даже прекрасно знаю английский язык Не живя там Не зная всю субкультуру Она все равно так не вонзится Поэтому все-таки Ну, в России, естественно Нужно петь на русском Если текст достаточно важен Ульчий язык выучить И на нем петь То есть, может быть Даже будет вполне себе музыкально Так вот Структура, да То есть есть устоявшиеся структуры Лучше следовать им Если вы будете нарушать Допустим, начнете, не знаю Там, с Солика Кстати, касательно Соликов Тоже, да Вот мне когда приходят Говорят, типа Слушай, у тебя же такой скилл Там, типа Солики, господа Я поливаю Солики Там, где они нужны То есть, в тех песнях По стилю, где они нужны Там, да Где Солики Укорн Папороч Парамур Гон Айпс Аврил Авин И так далее, и так далее Там бывают какие-то Минимальные проигрыши Но, опять же У нас тоже есть Минимальные проигрыши И, возможно, там, допустим В третьем любом Какие-то минимальные вещи будут Но вот именно Стандартный полив Такой с кожаным штанами Там То есть, это Ну, это дурь Это просто бескусица То есть, есть стили Которые требуют Там, да Пожалуйста Я вот писал, как бы В Лёхе Романовскому Солики на заказ И так далее, и так далее Поэтому Там это нужно И это делать умею Но здесь Там последнюю ночь И там будет просто полив Там на 30 секунд Адский свип Ну, это будет просто Дурь абсолютная Поэтому Структура Есть работающие Устоявшиеся Типа куплет Прихорус Припев Потом проигрыш И так далее И после второго припева Обычно идет яма Так называемая То есть, это может быть Допустим, какой-то Бридж Какой-то там Может быть, халф тайм Может быть, синты Как у нас Такие всякие штуки Атмосферные, глубокие И потом, все-таки В конце слушателю Нужно напомнить еще раз Припев Если он короткий То два раза Если он достаточно длинный То лучше один раз И в конце По вкусу Если риф Как бы Вы считаете, что крутой Заглавный То есть смысл повторить Еще раз Заглавный риф Чтобы он тоже Вбился в итоге В голову Поэтому оно работает Вот таким вот образом Ну и завершая Сегодняшнее видео Я такой штукой Что, ну, как бы Можно даже сказать В какой-то степени Обнулю все, что я до этого говорил Все-таки старайтесь Слушать советы Только от тех Кто действительно Для вас чем-то ценен То есть, допустим Вот, когда говорят Типа Ты не слушаешь своих слушателей И там Я слушателей, естественно, слушаю Есть человек действительно Который там Знает все песни Ориентируется И он скажет Типа, ребят Что-то вот в этом альбоме Немножко вот Вы как-то просили И опять же Ну, то есть Это не критика, да То есть критика будет Если человек скажет Конкретные вещи Что вот это Это мне не нравится Всякие фразы в духе Не зашло Нет изюминки Не цепляет Еще что-то Это все бурда То есть это не критика Это просто обычные пуки в воздух Не имеющие смысла То есть критика Опять же Допустим Если есть какой-то Преданный слушатель Который ходит на концерт И покупает мерч И он может сказать Ребят, вот я там Не знаю Так ждал в этом месте Не знаю Какой-нибудь там Кардан, чтобы валил Чтобы было Какой-то драйвово-мочилово А вы почему-то взяли И не вставили Песня оборвалась Там как-то обидно Вот такое Да, можно послушать Когда вам приходят Вообще какие-то левые люди Которые даже Другой стиль слушают Допустим У нас есть определенный стиль То есть именно такой С женским вокалом Альтернативный метал Мелодичный И так далее Может назвать Поп-метал И так далее Если приходит к нам Чувак, который слушает Допустим Не знаю Мегадед И дает какие-то советы Ну как бы сразу За всем спасибо То есть вот только так Поэтому естественно Слушать советы Только те От кого это действительно Может быть интересно В моем случае То есть я получается Участник уже Пятого альбома То есть именно В составе Джейси Второй альбом А так в целом Я уже записал получается Пять альбомов Опять же музыка Попадала в саундтреки Тысячи слушателей И пока без вложений То есть может быть Я попробую для интереса Какую-то там Минимальную рекламу Где-то купить Представьте как это вообще работает Но пока как бы Ну я думаю что Почему как бы Есть смысл ко мне прислушиваться В китсайту Потому что Все что у меня есть Это тотальный Селфмейдмен То есть никакой Раскрутки пиара Ноль рублей Ноль копеек бюджет То есть тысячи слушателей И все остальное Оно получено только За счет музыки Только за счет нее Поэтому в общем Так у меня там дочь Уже кричит То есть слушать сайта Не слушать Дело конечно ваше Но надеюсь что Многим помогут И все таки хотелось бы Да какой-то сделать Такой тренд Поворот на творчество Потому что У многих людей В голове тут дурь Да что из серии там Творить там Могут только избранные Из космоса и прочее Нет конечно Все кому есть что сказать Могут творить Могут там писать книгу Еще что сделать Какой-то рассказ там И так далее И так далее Поэтому в общем Если вам есть что сказать Творите Я вам помогу В плане техники Мой канал Ну и соответственно Буду потихонечку Помогать тоже В плане теории Которая упрощает Которая не является Обязательной Но она сильно Упростит вам Творческий процесс Все как обычно Здесь была Только правда Напомню что у нас Сегодня вышел Новый альбом Поэтому обязательно Скачивайте Слушайте Везде есть На гугл мюзике На итюнсе На яндекс музыке И так далее И так далее Все всем спасибо За поддержку До скорой встречи Подписывайтесь на Первый гитарный Всем пока Ну и еще раз Спасибо за кнопочку Все всем пока